Новогодняя суета. Все в поисках подарков и сувениров. И чем ближе 31 декабря, тем больше разговоров о праздничном меню. Традиционно в этот список входит оливье, сель под шубой, утка и шампанское. Узнаем, во сколько одесситам обойдется праздничный стол. Исследовать цены на прилавках нового рынка начнем с мясного корпуса. Эксперты прогнозировали значительное подорожание именно мясной продукции перед праздниками. Но, как рассказали нам продавцы, повышать цену уже некуда. В связи с недавними изменениями закупочной цены и кормов, мясные изделия и так стоят немало. Поэтому цены остались прежними. Говядина от 180 до 250. Лопатка 130, задочек 150. Ребра – это домашняя свина, это не фермерская. Свежая сельдь для ваших салатов обойдется в 90 гривен за килограмм. А вот цена красной рыбки, которую так любят одесситы, зависит от многих факторов. Есть целиком рыба, допустим, она стоит 350 гривен. Есть в разделке, начиная от 400 до 400 пейса. Перед Новым годом каждый покупатель хочет вкусной продукции. Придет и купит. Перед праздниками продавцы обновили цены на колбасы и сыры. Эти продукты входят в топ-список блюд на новогоднем столе. Неудивительно, что в декабре их цены не могли остаться осенними. На Оливье дотерская колбаса, стоимость 220 гривен. Это тоже недорого для нее очень. В принципе, колбаса, нарезка, полкопчености, копчености. Все это у нас цены такие невысокие, поэтому для потребителя очень даже удобно. В среднем копченая колбаса у нас идет 230, 220, 250 гривен. Цены у нас где-то, начиная от 300 гривен за килограмм и до 1300. Это дорогие сыры, которые идут с трюфелем. Это да, это категория дорогих сыров. Они есть и козьи, и овечьи. Чего не скажешь о молочной продукции. Говорят, что цены остались на уровне осенних. А вот ценник на лотках с яйцами пришлось переклеивать. Яйца 60. Это дороже, чем в прошлом году или сколько? Да, на 10 рублей дороже. В прошлом году было 50. А сметана? Сметана осталась на том же уровне. 140 килограмм. Да. Я вижу, у вас брыза. Брыза есть, коровья. Коровья подорожала в этом году 180. Овечья 200, как была в прошлом году. Масло подорожало. Было 250, 280, в этом году 300. Но масло это домашнее? Домашнее. У нас все домашнее. Из года в год одним из главных блюд праздничного меню остается утка. Просто разные породы есть уток. Это такая более мясная, есть более жирная. Вот давайте пока, да? Вот сколько будет мясная? Они все в одну цену. Так как в этом году вообще уток не такое большое количество, как раньше разводили, они очень мрут сейчас. Поэтому цена поднялась. Цена 170-180 килограмм. От фауны к флоре. Картофель в Одессу везут в основном из Венецкой области. У нас на базарах он стоит по 15-20 гривен за килограмм. Также доступные цены в этом году на лук, морковь и свеклу от 18 гривен. А вот за весенний колорит на новогоднем столе придется доплатить. И все же зима – это время солений. На одесских базарах можно встретить самые разные и цены, и рецепты. Главное, что все домашнее. Но, как нам рассказали продавцы, фаворит одесситов – это икра баклажанная. Есть фаршированные помидоры, они по 120. Делается все со свежих. Есть бочковая, она 60. Кабачок маринованный. Помидоры с вишней, они по 150. Помидоры с медом по 150. Эти вот зачетные, они по 120. Мандариновое изобилие и импортные вкусности – не дешевое удовольствие. Для любителей сладких цитрусовых – подсказка. Берите обязательно испанские. У нас есть Грузия, правда, немножечко. Сейчас должны подвезти. У нас 40 гривен килограмм. Турция – вот такая вот 45 гривен, такая 50 и 60 гривен. Крупненькая и средняя. Ихан очень вкусный. Ну и Испания – 80 гривен. Она самая дорогая, но самая сладкая. К слову о заморских вкусностях. Цены на икру, как и каждый год, просто космические. Икра есть разная. Разные рыбки идут. Есть форелевая, есть китовая, есть горбушевая. Цена от 100 гривен до 3000 гривен килограмм. В среднем, чтобы погулять на Новый год, Одесситам нужно выложить до 2000 гривен. Все зависит от ваших предпочтений и кошелька. Но напомню, главное – это то настроение, с которым вы встретите новый 2022 год. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.